ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проблемные объекты, а также новую мостовую переправу проверил глава региона Василий Голубев. Подробности в нашем сюжете. Школу-гигант на 600 мест в Волгодонске строят два с половиной года. Учеба должна была начаться уже этой осенью, но строительство отстало от графика более чем на 8 месяцев. Причина – подорожание материалов и задержка с поставками комплектующих. Сейчас здание достраивают в ускоренном режиме. Оно готово на три четверти, но до сдачи в эксплуатацию еще далеко. Вопрос об этом проблемном объекте задавали губернатору во время прямой линии. Он пообещал лично посетить школу. Своё обещание глава региона выполнил и дал исполнителям необходимые поручения. В течение недели положить на стол такую понятную, конкретную дорожную карту завершения. Задача, чтобы школа в полном объеме была готова и начала принимать детишек 1 сентября следующего года. Поэтому вот это принципиальная задача. Учитывая, что этот объект реализуется по национальному проекту образования, очень важно его завершить. Еще один долгострой – Центр единоборств. Тоже прошло уже более двух лет, как в городе торжественно заложили первый камень здания. Открыть свои двери для волгодонских спортсменов Центр должен был еще летом. Однако ВОЗ и ныне там. Объект планируют сдать к началу зимы. Но произойдет ли это в реальности – большой вопрос. Постоянный перенос срока в сдаче строительства недопустим, резюмировал глава региона. Зато строительство важнейшего объекта, который с нетерпением ждали все жители Волгодонска, моста через Сухосоленовскую балку, наоборот, идет с опережением. Переправа, соединяющая две части города, откроется уже осенью следующего года. На протяжении всего этого объекта будут стоять опоры, освещение. Это будет очень красивый мост, украшение города. Но украшение, наверное, не в том, что мост появился, а в том, что у людей появились новые возможности и новое качество, комфорт жизни. А новые рабочие места появятся благодаря инвестиционному проекту по модернизации Волгодонского завода, крупнейшего производителя кабелей на юге страны. Планируем расширяться, конечно, мы сейчас будем приобретать оборудование, уже договора заключены, все, будет номенклатура больше. Проект осуществляется при поддержке Фонда промышленности России и Регионального промышленного фонда. На модернизацию выделено более 150 миллионов рублей. Александра Дурановская, Юрий Друзякин, Дон-24, Волгодонск. В Ростове-на-Дону впервые прошли занятия по оказанию первой помощи для мобилизованных граждан. Преподавателями выступили опытные спасатели областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. На базе одной из воинских частей военнослужащие сначала изучили теорию, а затем приступили к практике. Постараемся актуализировать в своих занятиях именно те мероприятия, которые нужны ребятам. То есть это реанимационные мероприятия, это остановка кровотечений, это наложение повязок, использование допущенных средств медицинского назначения, проведение мобилизации конечностей. Ну то есть те приемы, которые необходимы им будут. Умение оказать первую помощь себе или товарищу особенно важно в нестандартной обстановке. От того, насколько быстро и грамотно проделаны первые манипуляции, зависит очень многое. Провели для нас очень интересное мероприятие. Выступал, видно, что очень хороший специалист. Рассказал нам, как оказывать первую помощь, как налаживать жгуты, как остаться при ранении живым и помочь самому товарищу в боевых условиях. Информация была очень полезна и прям, так сказать, есть что обдумать. Навыки оказания первой помощи освоили около ста человек. Специалисты учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области готовы продолжить занятия по мере формирования новых групп слушателей. Вместо отдыха разочарования родители, оплатившие путевку для своих детей в лагерь, так и не смогли отправить детей на летние каникулы. Подробности в материале моих коллег. Семья Яковлевых этим летом планировала отправить детей на отдых. Выбрали лагерь «Зорька» в Краснодарском крае. Нашли турфирму, купили путевку, начали собирать вещи. Но в день отправки уже на вокзале узнали, что путевки аннулированы. Мы позвонили в сам лагерь «Зорька», на что нам сообщили, что никаких денег от турфирмы «Династия туризма» в лагерь не поступало. Списков пофамильных с детьми никаких не было. Как оказалось, кроме детей Елены, отдыха лишились и другие ребята с путевками от турагентства. В социальных сетях женщина нашла целое сообщество таких же потерпевших. У всех на руках заявления в правоохранительные органы и другие организации. Мы писали заявления в полицию, мы обратились в Роспотребнадзор, в Ростуризм. Мы ходили к прокурору Кировского района, с нами побеседовали, сказали о том, что да, дело на контроле. И они уже знают и правоохранительные органы. В Ростуризме ответили, что организация отсутствует в федеральном реестре туроператоров. В свою очередь мы обратились за комментариями в саму «Династию туризма». Там сообщили, что о претензиях знают, но отвечать на камеру отказались. У меня только двое были на вокзале. Это Яковлевы. Яковлева, которая, понимаете, нельзя же обливать грязью турагентства, если эта информация не до конца сделана. Яковлевой я звонила, не брала трубку. Много людей, которые также были, скажем так, не отправлены по своим путевкам, которые они купили. А мне фамилии нужно знать этих родителей. Как пояснили юристы, если в судебном порядке будет установлено, что туристическое агентство виновно, то наказанием может быть как административный штраф, так и уголовная ответственность. Если лицо пострадало от таких, скажем, не совсем, вернее, совсем плохих услуг, плохого качества услуг туристических, по закону о защите прав потребителей, помимо основной суммы, которую они будут требовать назад, они еще имеют право на получение 50-процентного штрафа. Кстати, по статистике, наибольшее количество обращений в правоохранительные органы по вопросам недобросовестных туристических агентств приходится на начало осени. Этот год исключением не стал. Елена Яковлева также не планирует останавливаться и готовит обращение в суд. Сергей Крикоров, Виктор Леонтьев, Алексей Покатило, Дом-24, Ростов-на-Дону. Принято считать, что во всей России подъезды только в Петербурге парадные. Так привыкли называть вход в дом сами жители северной столицы. А в столице Южной настоящих парадных, сохранившихся до наших дней, тоже достаточно. О необычных и даже изысканных убранствах исторических зданий Ростова в сюжете Дарья Лисицкая. За железными дверями с кодовыми замками ростовские парадные хранят в себе уникальные артефакты. Да-да, не подъезды, а именно парадные. Ведь в исторических домах Южной столицы иногда можно увидеть то, чего нет ни в одном музее. И сейчас мы вам это докажем. Это доходный дом Дедова изнутри. Узкий длинный вестибюль, стены и потолки украшены лепниной. Уже трудно разглядеть ключевые элементы, но все равно очень красиво. Наверх ведет белая мраморная лестница с черной ажурной оградой. А дальше открывается сказочная картина, от которой захватывает дух. Парадные – это было лицо дома. Мы знаем, что Ростов – это город купеческий. Купцы – люди состоятельные и хотели показать свое богатство. И построить доходный дом, сделать там красивую парадную – это было обычным явлением. Чем ярче, наряднее парадная, тем, соответственно, можно было сдать квартиру подороже. В оформление парадных всегда старались внести изюминку. Здесь картины. Все эскизы рисовали на мокрой штукатурке. Эта технология хранит цвет дольше, поэтому и спустя столетия картинами можно любоваться. По идее, такие же должны были быть и внутри. А это парадная на улице Семашка. Доходный дом Хармаджева славится своими цветами и ангелами на потолках. Если посмотреть под ноги, то можно влюбиться в разноцветную напольную оригинальную плитку. Розы можно увидеть не только в виде лепнины. В доходном доме братьев Дерткезовых ими украшена мраморная лестница. Раньше это было модно. Но есть и другие завораживающие детали. Мраморная входная зона, это ступени мраморные и такая очаровательная барышня, сирена. Также мы можем увидеть здесь оливки и с обратной стороны дуб и желуди. Кстати, гости города уже дали свое название этому дореволюционному шедевру – сфинкс. А сейчас, преодолев металлическую дверь, мы с вами попали в особняк Бориса Каменки. Это богатый, известный человек, банкир и коммерсант. Он купил участок в 1894 году, пригласил архитектора Дорошенко и уже через 4 года заехал сюда со своей семьей. Роскошная парадная с изобилием различных элементов, с неповторимой входной группой и мрамором. Из уникального масштабное окно с деревянной рамой. И еще несколько деталей – держатели ковровой дорожки и кирпичи с инициалами производителя. История многогранна и удивительна. И иногда, чтобы к ней прикоснуться, достаточно открыть нужную дверь. Дарья Лисицкая, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Ростов-на-Дону. Подышать свежим воздухом, приблизиться к дикой природе, познакомиться с животными Донского окрая. В Ростовской области активно развивают экотуризм. В Узданецком районе продумали масштабную экологическую тропу, в которую входят и олени-питомник. Как содержатся животные – в репортаже Елены Сарксян. Каждое утро в оленям-питомнике начинается скормление животных. Если честно, немного страшно, но безумно интересно. Нам, конечно, страшно, а работники питомника к массовому кормлению оленей привыкли. Говорят, что животных в одном месте ни капли не пугает. Вы где-нибудь можете увидеть, чтобы олени у нас вот так близко могли покушать с ведра? Это вам не зоопарк, это настоящие дикие животные. Насыщают себя витаминами, теми минералами, которые у нас находятся в ячмене, в кукурузе. То есть зерносмесь заранее подбирается. Видите, их наглость просто беспредельна. Наглость беспредельна, но жителей и гостей Ростовской области привлекает. Тут 290 особей, 120 моралов, еще столько же пятнистых оленей и 50 голов европейской лани. Животные из Донского региона, а некоторые привезены из Венгрии и Чехии. Каждый год их количество увеличивается. Как сейчас мы можем видеть, животные находятся в беспокойном состоянии, потому что они находятся в периоде гона. Это когда самцы проводят битвы за самок, а потом оплодотворяют их. И через примерно 9 месяцев мы получаем маленьких ягнят. А я правильно понимаю, что для посетителей это безопасно? Это безопасно. Все время находятся с нами ягеря. Олень и питомник в хуторе Листопадов открылся в 2005-м. И каждый год тут появляется на свет 40-50 новых малышей. Как отмечают авторы проекта, это совсем новое направление в экологическом туризме, но уже востребованное. Восьмикилометровые вольеры с животными – часть маршрута экотропы «Лес-1». Первый тур, который мы провели по экологической тропе «Лес-1», был 3 января. Было очень холодно, морозно. Мы переживали, что к нам никто не придет. Но слух разошелся очень быстро по Ростовской области. Мы на тот момент собрали небольшую команду, пришли, проверили всю экологическую тропу. Проверку тропа прошла, идею продолжили развивать. Посмотреть на красавцев и красавиц сюда приезжают не только из Ростовской области, но и других регионов России. Все животные находятся в естественной среде обитания. Кстати, это единственный туристический объект на юге России, где можно познакомиться с оленями, как говорится, лицом к лицу. Елена Сароксан, Алексей Покатило, ДОН-24, Усть-Донецкий район. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. Следующий выпуск в 17.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова